Земля трещит по швам. За последние полгода на её поверхности образовались десятки гигантских разломов. Почему это происходит и можно ли как-то залатать нашу планету? Гавайи. Лейлани Эстейтс. Май 2018 года. На крупнейшем острове Архипелага объявлено чрезвычайное положение. Среди лесов появилась огромная трещина в земле, из которой вытекает расплавленная лава. Новая Зеландия. Ротаруа. Май 2018 года. Расщелина образовалась на севере страны. В длину она как два футбольных поля. В глубину – шестиэтажный дом. Местные фермеры спешно эвакуируются. Кения. Найроби. Апрель 2018 года. Здесь земля разошлась на сотни километров. Пострадали дороги и дома. Люди бегут в соседние города. Кажется, ещё немного, и планета расколется надвое. Главной причиной грядущей катастрофы учёные называют смещение земной оси. Но самое страшное – остановить это невозможно. Сегодня в программе. Грутится волчок. Кто стоит за смещением земной оси? Оружие можно скрытно использовать для тектонических сдвигов земли. Круглые дураки на плоской земле. Зачем американцы доказывают миру, что мы живём на диске? Военные – это деньги. Наука – это деньги. Смертельный уикенд. На каких курортах стало опасно отдыхать в этом году? Возрастёт риск раковых заболеваний. И как сдержать дрожь земли? Помогать им не надо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно в Америке, в Радгерском университете, сделали сенсационное открытие. Орбита Земли постоянно меняется. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с профессором Деннисом Кентом. Раньше учёные считали, что наша планета движется в одном направлении и с постоянной скоростью. Но оказалось, на неё активно влияют космические соседи Юпитер и Венера. Юпитер и Венера – это наиболее мощные планеты, которые реально влияют на растяжение орбиты Земли в сторону эллипса. За последние 2000 лет удлинение земной оси где-то было 3-4%. А сейчас оно где-то 2-3% за последние 20 лет. Гравитация Юпитера тащит нашу планету за собой. Из-за этого она отдаляется от Солнца. Каждый год почти на 15 сантиметров. В противовес газовому гиганту действует Венера. Она немного тормозит его силу притяжения. В итоге Земля как бы раскачивается из стороны в сторону. Астрофические какие-то происшествия, которые происходят на земном шаре, они чётко взаимосвязаны с вот этими вот планетарными взаимодействиями. Вся вот наша галактика, она тоже находится в движении, да, и постоянно, как бы сказать, двигается в заданном направлении. Японские астрофизики говорят, со временем Земля вообще может отправиться в свободное плавание по просторам космоса. По данным азиатских учёных, наше светило постепенно прогорает, а значит, теряет свою массу. Следовательно, его гравитация уменьшается. Из-за этого в будущем планеты Солнечной системы как бы открепятся от своих привычных мест. Когда Солнце превратится в красный гигант и сбросит оболочку, благодаря закону сохранения момента импульса, Земля отдалится и окажется где-то в тех районах, где сейчас обитает Марс. Подобные космические процессы влияют на смещение земной оси. По-научному это называется прецессией. Съёмочная группа программы «Тайный Чапман» решила наглядно продемонстрировать, что из себя представляет это явление. Мы взяли обычный детский волчок и хорошенько его раскрутили. Взгляните. Сначала ось вращения вертикальная, но постепенно она начинает описывать конус. Это и есть прецессия любого физического объекта, в том числе Земли. Земля вращается вокруг своей оси, но в качестве такой вредной силы выступает притяжение со стороны Солнца. И как следствие, земная ось совершает конусообразное движение, и период одного такого полного поворота — это 26 тысяч лет. На объёмной модели хорошо видно, как мотает нашу планету. По мнению учёных, такое движение вызывает землетрясения, цунами, извержение вулканов и прочие стихийные бедствия. Сама планета Земля в настоящее время находится на начальном уровне болезни. И вот эти проявления болезни, они и отображаются в виде прецессии, которую мы, так сказать, на себя ощущаем. Фактически это результат происходящих глобальных процессов развития в настоящем времени. При цессию ещё в III веке до н.э. обнаружили древние греки. О ней писал античный астроном Гепарх. Примерно в то же время произошло другое революционное открытие. Пифагор заявил, что Земля представляет собой вращающийся шар. Однако даже сегодня находятся те, кто готов с этим поспорить. Но зачем? Земной оси не существует. Ведь наша планета плоская. Так утверждают группы американских учёных. Сторонники этой неординарной теории уверены. Мы живём на диске диаметром 40 тысяч километров. Альтернативный взгляд на мир предлагает американец Майкл Хьюз. В прошлом таксист, теперь учёный-самоучка. Он уверен, астронавты не более чем проплаченные актёры. Все снимки и видеозаписи из космоса монтаж. А наша планета плоская. Чтобы подтвердить эту теорию, у себя в гараже энтузиаст построил настоящую ракету. С её помощью мужчина собирался взмыть в воздух и увидеть край Земли. Многие называют меня глупцом. А я говорю, что глупцы — это вы. Правительство и учёные просто водят вас за нос. Почему вы верите всему, что вам говорят? У меня совершенно иной подход. Я всё проверяю опытным путём. И верю, только если увижу собственными глазами. Свою ракету Хьюз собрал буквально на коленке из металлолома. Летательный аппарат он оснастил паровым двигателем. В интернете за внешний вид его сразу окрестили большой и опасной петардой. Но неужели подобный агрегат можно сконструировать в одиночку? И откуда у простого бомбилы на это деньги? Деньги я собирал через интернет. Люди, которые разделяют мои идеи, просто перечисляли деньги на мой счёт. Было ещё несколько крупных инвесторов, но их имена я раскрывать не буду. А то все пойдут к ним за помощью. В США. Мохаве. 24 марта 2018 года. С перевозной пусковой площадки в пустыне стартует самодельная ракета с Хьюзом на борту. Через несколько секунд, преодолев всего 572 метра, двигатель выйдет из строя. А сам пилот катапультируется. Очень трудно комментировать таксиста, у которого нет ни знаний, ничего. Есть у нас такой институт имени Севского. Я думаю, что это клиент очередной этого института, потому что там много людей, которые доказывают, что они наполеоны. И другие персонажи исторические. На этих кадрах видно, что парашют Хьюза продырявлен. Вероятно, его повредило взрывом в двигательном отсеке. После жёсткой посадки выяснилось, что гореизобретатель серьёзно травмирован. Его госпитализировали прямо с вымышленного космодрома. Коперник доказал, Кеплер доказал. А почему бы таксисту, который в штате Алабама водит такси, не доказать, что он, в общем-то, тоже выдающийся учёный? И я больше чем уверен, что комитет по Нобелевским премиям ему обязательно присудит Нобелевскую премию. Но это же несерьёзные разговоры. Эксперты говорят, даже в Америке, чтобы запустить ракету, нужно пройти множество проверок. Пилота должны подготовить профессионально. А его летательный аппарат – иметь сертификацию. Но ни одного, ни другого у Хьюза нет. Так как же он осуществил полёт? Поддержка правительства в его эксперименте с ракетами, скорее всего, существует, потому что разрешение, конечно, получить просто так нельзя. И саму ракету создать просто так нельзя. На это требуется финанс. Значит, в правительстве, либо у сильных мира сего в Соединённых Штатах Америки существуют люди, которым этот опыт тоже необходим. Но неужели кто-то из власть имущих действительно верит, что наша планета вовсе не шар, а потому даёт разрешение на столь опасные эксперименты? Оказывается, да. Взгляните на кадры. Они сделаны в штате Каролина во время ежегодной встречи общества плоской земли. Удивительно, но помимо чудаков, в него входят серьёзные политики и учёные. В истории были варианты, что Земля плоская располагается на трёх слонах, и слоны стоят на черепахе. У меня сразу вопрос возникает, а кто кормил этих черепах и слонов? И чем кормили? По мнению членов общества плоской земли, Луна и Солнце вращаются над поверхностью нашей планеты, а не вокруг неё. Южного полюса в этой концепции вообще не существует. То, что нам кажется Антарктидой, лишь огромная ледяная стена на краю мира. Сейчас модное такое явление, как троллинг. Ну, почему бы не сделать троллинг мирового научного сообщества? Я бы не стал бросаться словами секта. Здесь очень похожие тенденции проявляются. Поэтому основная причина, почему в последнее время это так популярно, это, наверное, всё-таки деньги и хайп. Академическая наука утверждает, плоская планета по законам физики имела бы переменчивую гравитацию. По мере удаления от центра земного диска и приближения к его краю, человек испытывал бы ощущения, аналогичные подъему на гору, крутизна которой с каждым шагом увеличивается. Но подобного не происходит. И это лишь один аргумент, опровергающий абсурдную теорию. Ну, любой аргумент о том, что якобы наша планета может быть плоской, можно разбить с позиции геометрии, потому что только шар может отбрасывать круглую тень. Опять-таки, если бы наша планета была плоской, то во время солнечных, во время лунных затмений мы бы видели, как на Луну отбрасывается не круглая тень, а плоская. Исследователи уверены, общество плоской Земли, как и демонстративные полёты на ракете эксцентричного таксиста, на самом деле финансируются из госбюджета США. Однако зачем? Возможно, это лишь ширма для отвлечения внимания человечества от надвигающегося катаклизма. По мнению учёных из Университета Колорадо, участившееся землетрясение – признак того, что наша планета тормозит. Китай, Синхай, 11 мая 2018 года. На северо-западе страны начинается землетрясение. Ошеломлённые очевидцы в торговых центрах, офисах и домах без лишней паники снимают происходящее на камеру. США, Палм Спрингс, 8 мая 2018 года. Во время прямого эфира местного телевидения начинает трясти студию новостей. Папуа, Новая Гвинея. Кокопа. 14 апреля 2018 года. Разбушевавшаяся стихия уносит жизни 20 человек. Спустя всего месяц после того, как при похожих обстоятельствах уже погибло 50. Планета Земля на самом деле то ускоряет, то замедляет своё движение. На самом деле эти процессы на 100% связаны с прецессией Земли, то есть изменением прецессии, изменением скорости движения, они взаимосвязаны очень сильно. Наша планета вращается неравномерно. То быстрее, то медленнее. Всё зависит от наклона земной оси. Если она накреняется в сторону Солнца, скорость увеличивается. В противном случае падает. Земля чуть-чуть притормозила, да, и тектонические плиты начинают немножечко смещаться. Появляются разломы, да, появляются разломы по всей планете, непонятные, да, провалы Земли. Вот это всё с этим связано. И, конечно же, настораживает то, что это учащается. Земля вращается со средней скоростью, только вдумайтесь, 1674 километра в час. Человек её не ощущает. Но замедление планеты всего на доли секунды влечёт за собой серьёзные последствия. С точки зрения обывателя, наверное, это ерунда, да. А когда читаешь, так сказать, научные публикации, люди бьют тревогу. Говорят о том, что начались необратимые процессы. Американские исследователи Роджер Билхэм и Ребекка Бендик выяснили, что в 20 веке планета тормозила уже пять раз. И каждый раз случалось по 30 землетрясений выше 7 баллов по шкале Рихтера. При такой магнитуде рушатся дома, происходят оползни и трескается Земля. Смотрите далее. Семь континентов вместо шести. Когда планета окончательно треснет. Мы сейчас живем в эпоху между суперконтинентом и новым суперконтинентом. Между нами тает лед. Где спасаться в случае глобального потепления? Северные регионы станут все более приемлемы для жилья. Самолет судного дня. Зачем Америка выходит в ночной дозор? В основном это сохранить руководство и управление страной. Россия. Крым. 2018 год. Отечественные сейсмологи исследуют горные породы в районе Судака и Севастополя. Здесь можно увидеть очень эффектный след очень сильного землетрясения. Катастрофического. Не меньше 8 баллов. А 8 баллов это порядочное разрушение. То есть 9 баллов это уже полное разрушение всего. 8, но это уже вот ряда. Ученых интересуют следы землетрясений, которые прокатились по полуострову в 15 веке. В тот момент наша планета в очередной раз вошла в фазу торможения. По следам сильных землетрясений прошлого мы можем наметить очаги будущих землетрясений. А по их повторяемости по датированию землетрясений прошлого мы можем определить повторяемость сильных землетрясений и соответственно делать уже какой-то прогноз на будущее исходя из этой средней повторяемости. В прогнозах отечественные сейсмологи осторожны. Но с американскими коллегами они согласны. Опасная фаза уже началась. А значит в этом году Земля содрогнется еще не раз. Семь континентов вместо шести. Английские ученые из университета Литса установили, что уже в ближайшее время Африка может расколоться надвое. Однако спасать жителей Черного континента от катастрофы британцы не собираются. Эфиопия. 2018 год. Недалеко от вулкана Дабаху образовалась расщелина длиной в 60 километров. Периодически из нее вырывается раскаленная магма. Этот регион на северо-востоке страны считается самой горячей точкой на поверхности Земли. Ученые называют эту зону геологически нестабильной. Африканская плита она очень древняя, она очень такая толстая, мощная. Сейчас она раскалывается на две плиты. Это будет африканская плита и сомалийская плита, которая от нее скорее всего скоро отколется. Точно так же в свое время от Африки откололся Мадагаскар. Но ужасает другое. Группа британских исследователей во главе с доктором Тимом Райтом пришла к выводу, что повсеместная дрожь Земли признак полной остановки нашей планеты. Получается под угрозой все человечество. Происходят необъяснимые на сегодняшний день и не как бы сказать неконтролируемые движения тетанических плит и что называется трения, подныривания одной плиты под другую и подъемы земной коры. Но это существует и присутствует, их давно контролируют. Но в последнее время учстились именно там, где, по сути говоря, никто не ждал. Впервые Земля притормозила 4,5 миллиарда лет назад. В тот момент она была сплюснута с полюсов и вращалась так быстро, что сутки длились всего 4 часа. Замедлилась планета лишь после столкновения с огромным астероидом. Ученые утверждают, осколок этого небесного тела позже превратился в Луну. Сама же Земля от мощного удара округлилась, а ее орбита сместилась. Такие столкновения были, проходили достаточно часто на тот момент, когда Солнечная система только образовывалась около 4 миллиардов лет назад, и всего в Солнечной системе было около 100, так называемых, планет Зимали, это зародыш планет. Естественно, высокое частое столкновения приводило к тому, что орбиты постоянно менялись. Но что будет, если планета остановится прямо сейчас? Чтобы это понять, достаточно сесть в гоночный автомобиль, развить максимальную скорость, а потом резко ударить по тормозам. Если мы говорим про установку во время движения вокруг Солнца, то скорость движения Земли около 30 километров в секунду. Напомню, что диаметр поперечника Земли составляет 12800 километров. Можно посчитать, за какое время Земля после орбиты пролетает в состояние эквивалентное диаметру. После остановки Земли в космос мгновенно улетят люди и животные, а также то, что крепко стоит на поверхности. Автомобили, деревья и многотонные здания. Их сдует атмосферой, которая по инерции продолжит свое движение. Естественно, все то, что слабо закреплено, а именно водная оболочка, да, она как-то сместится, естественно, это вызовет гигантский цунами. По законам физики мировой океан, как и атмосфера, тоже не сможет сразу остановиться. Это вызовет цунами планетарного масштаба. Хуже всего придется жителям восточного побережья США, а также Кубы, Доминиканской Республики и Бразилии. Их поглотит Атлантика. Тихий океан за считанные минуты накроет Новую Зеландию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии. Ну, Россию, матушку, это застроено в меньшей степени. У нас страны находятся на большом удалении, в основном от морей. Естественно, мы можем вспомнить про Калининград, Санкт-Петербург, который находится непосредственно у выхода к Мировому океану. Но я бы все-таки говорил о наибольшем подъеме уровня воды непосредственно вблизи экватора. Следом за водой в движение придет и суша. Материки тронутся с привычных мест и налезут друг на друга. Гренландия столкнется с Канадой, Африка соединится с Южной Америкой. Облик планеты будет как в доисторические времена, когда на Земле существовал лишь один суперконтинент. Когда все континенты снова объединятся в один большой суперконтинент, скорее всего они будут располагаться, точнее он будет располагаться на экваторе, вблизи экватора. Суперконтинент будет омываться большим океаном, по сути, по всей видимости, наследником Тихого океана. Материки сходятся и расходятся каждые 600 миллионов лет. Первый известный науке суперконтинент Вальбора возник 3,5 миллиарда лет назад. Затем, как гигантский пазл, он переформировался в Родинию, а потом трансформировался в еще один Пангею. Атлантический океан образовался как раз в результате раскола Пангеи, то есть возраст его примерно 200 миллионов лет. Индийский океан примерно того же возраста, даже немножко моложе. Объединение континентов приведет к росту гор, то есть скажем, между Европой и Северной Америкой будут горы, скорее всего, почти наверняка, как это было раньше. Вот так континенты разошлись в последний раз. И так же они сойдутся. Когда планета остановится, в одной ее части будет вечный день, в другой бесконечная ночь и нечеловеческий холод. Какая температура будет, если Земля остановится, будет обращена одной стороной к Солнцу, а другой в противоположную, ну что, навсечка атмосферы произойдет, если представить себе такую фантазию. Тогда предсказывают специалисты. Люди уйдут под землю. В крупных городах убежищем станет метрополитен. Платформы превратятся в дома, а тоннели в дороги. Все силы придется бросить на поиск еды и пресной воды. Тут Россия окажется в выгодном положении, ведь на территории нашей страны расположено самое большое ее хранилище – озеро Байкал. Кто прежде всего будет страдать от недостатка питьевой воды? Это западные страны Европы и вся Африка. Наше озеро Байкал является бесценным хранилищем пресной питьевой воды. И нужно делать так, что эту воду надо беречь в том виде, в котором нет, потому что это неприкасаемый запас для всего человечества. Эксперты говорят, есть еще один вариант спастись от катастрофы – эвакуироваться за пределы планеты. Но как? Самолет судного дня взмыл в небо над США. Этот авиалайнер должен стать штаб-квартирой американского президента в случае начала ядерной войны. Спасительный ковчег вмещает в себя сотню людей и может находиться в полете неделю при условии воздушной дозаправки. США. Невада. 11 апреля 2018 года. Секретного военного аэродрома в небо взмывает гигантский лайнер Nightwatch. В переводе «Ночной дозор». Предназначен для того, чтобы президенты выше руководящие руководители Министерства обороны имели возможность в случае ядерного катаклизма взлететь и руководить непосредственно на определенной высоте земли самим процессом продолжения войны. Ну, например, с Россией. Заправлять спецборд можно прямо в воздухе. Сейчас вы видите уникальные кадры из технического отсека лайнера. На полной скорости Nightwatch стыкуется с крылатой топливной станцией. Через жесткий шланг подается горючее и полет продолжается. То есть необходимость садиться на землю сводится к минимуму. Самолет имеет огромный уровень защиты от ядерного удара, даже электромагнитного импульса, который возникает при ядерном взрыве. Таким образом, они надеются поиграться в такую игрушку, которая называется глобальный ядерный конфликт. Самолет судного дня состоит из трех палуб. Наверху кабина экипажа и специальная зона отдыха для технического персонала. На средней палубе кабинет американского президента, конференц-зал, столовая, кухня и полноценные спальные места для остальных пассажиров. Внизу отсек с новейшим электрооборудованием и спутниковой связью. Авиалайнер еще называют золотым. Вероятно, из-за стоимости. Это деньги. Деньги, деньги, деньги. Все вокруг денег. Вся политика Соединенных Штатов, она вокруг денег. Несмотря на те жертвы, которые приносятся этим деньгам, кругом деньги. Военные это деньги, наука это деньги. Для Соединенных Штатов это не просто траты. Исследователи утверждают, в Белом доме знают, чего бояться. Америка сегодня мировой лидер ядерных испытаний. Она давно обогнала и Иран, и Северную Корею. Правда, это тщательно скрывается, ведь взрывают бомбы тайно и под землей. Вот ядерных испытаний не видно однозначно, потому что еще с 60-х годов перешли на подземные, потому что все высотные, космические, наземные на поверхности были запрещены. Вот, и остались на полигонах только подземные. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила полностью запретить ядерные испытания. Соответствующий договор подписали 183 страны, но Америка отказалась его ратифицировать. Десять лет спустя в ООН снова подняли этот вопрос. Однако позиция Белого дома не изменилась. Каждое из испытаний ведет к тому, что у нас откликаются вулканы, то есть 70% нынешней вулканической активности это ядерные испытания на земле подземные. Эксперты уверяют, из-за несанкционированных ядерных испытаний и происходит смещение земной оси, а также появляются разломы в земной коре. Просчитать реакцию планеты, особенно не зная, что здесь и как вообще все происходит, просто невозможно. Поэтому можно попасть в просаг вплоть до разрушения всех, которые это устраивают. Во-первых. Во-вторых, вам бы понравилось, если бы вас внутри устраивали какие-то микро-взрывы. Я думаю, нет. В США о ядерных испытаниях предпочитают молчать и продолжают тестировать оружие массового уничтожения. Смотрите далее. Что такое математика потепления? Врушаются климатические условия. Солнечная бездна. Как светило становится нашим злейшим врагом? Это не просто какая-то абстракция. И неужели мир переворачивается с ног на голову? Изменей происходят. И мы это ощущаем на себе. бездна. Продолжение следует... Продолжение следует... Недавно ведомство опубликовало видеоролик о своей работе. В нем рассказывается о системе наблюдательных пунктов и о методах работы организации. Надо смотреть сейсмическими по распространению волн в коре Земли, по радиоактивному фону, но старались так, чтобы радиоактивное излучение в атмосферу не уходило, все оставалось там в грунте. Кроме того, сотрудники службы специального контроля круглосуточно фиксируют сейсмическую и радиационную обстановку на Земле. Полученные сведения не внушают ученым оптимизма. Трещины, они связаны с тем, что Земля а, болеет, и б, то, что американцы продолжают свои ядерные испытания. Как следствие, смещается земная ось. Помимо прочего, это уже привело к изменению климата. Замерзнуть в пустыне. Кажется, это невозможно. Но в Сахаре выпал снег. Жители Алжира в панике. Ничего подобного здесь не видели 35 лет. Алжир, Сахара. Март 2018 года. Близ города Айн-Сефра идет снег. Местные жители снимают происходящее на камеру и публикуют диковинные для них кадры в интернете. Снега в пустыне однозначно говорит о том, что нарушаются климатические условия Земли. Кто у нас несанкционированно вмешивается в климат Земли? Своими установками Соединенные Штаты Америки. По-моему, все понятно. Климатологи бьют тревогу. Если погодные аномалии не прекратятся, то эта часть земного шара попросту замерзнет, а другая наоборот превратится в пустыню. Если в весовых категориях брать, то на 50% у нас идет глобальное потепление, и одновременно периодами на 20% у нас идут элементы глобального похолодания. И мы в этих процессах то небольшая часть глобального похолодания, то большая часть глобального потепления. Это стабилизирует процесс, и в итоге само глобальное потепление будет идти достаточно долго. В середине прошлого века сербский астрофизик Милутин Миланкович установил, что земная ось и ее смещение отвечают за ледниковые периоды и глобальные потепления. В зависимости от угла оси Солнце сильнее греет одни участки планеты и слабее другие. Можно сказать, что действительно это был достаточно интересный для своего времени человек. Он провел свои исследования по изучению климата Земли в прошлом и попытался построить свои теории. Миланкович насчитал три глобальных потепления, которые произошли в прошлом. Тогда планета наклонялась таким образом, что Солнце било то в Южный, то в Северный полюс. Известно, что средняя температура в Арктике поднималась в те периоды с минус 10 до минус 5 градусов по Цельсию. Каждый раз это приводило к таянию ледников и повышению уровня Мирового океана. поднимается уровень воды или опускается это зависит от того, как тают не сами айсберги, которые находятся в воде, а те ледниковые образования, которые находятся на земле там в Гренландии, на Южном географическом полюсе. Сейчас земная ось вновь начинает выставлять на Солнце один из своих полюсов. По расчетам Миланковича северный. Именно поэтому Арктика сегодня очень быстро теряет свои льды. За последние 20 лет их толщина уменьшилась вдвое, почти на полтора метра. Улучшение температуры Земли на 1 градус ведет к поднятию уровня Мирового океана на 15 сантиметров, но, соответственно, 5 градусов это уже 75 сантиметров и чревато большими затоплениями на Земле. Ученые говорят, сначала затопят Мальдивские острова, Голландию, Англию и северную часть Италии. Американская исследовательская организация Climate Central называет подъем морей невидимым цунами. Медленным, но сокрушительным. Вдумайтесь, ведь оно происходит прямо сейчас. Вода поступает в Мировой океан, объем воды постепенно увеличивается, и вода постепенно надвигается на суше. В тех местах, где города наиболее уязвимы, то есть они находятся максимально близко к морю, прямо к уровню моря, естественно, там угроза их затопления максимальная. Со временем из-за потопа с лица земли полностью исчезнет Бангладеш, самая густонаселенная страна в мире. Китай потеряет почти половину своей территории. Республику Конго и западные побережья Африки уничтожат не только наводнения, но и оползни. В Северной Америке затопит все города восточного побережья, в том числе Нью-Йорк, Вашингтон, Бостер. В Южной Америке река Амазонка превратится в залив, уйдет под воду Аргентина. Закон сохранения момента импульса тоже никто не отменял. Если вода стекает с полюсов, она стекает к экватору, и поэтому наибольший подъем будет как раз вблизи экватора. Россия при этом останется нетронутой. Например, Всемирный потоп не сможет поглотить Горный Алтай. Эту часть страны уже назвали спасительницей человечества. Здесь находится географический центр Евразии и наивысший пик Сибири гора Белуха. Что касается Алтайского края, с точки зрения его расположения всего остального, то это особая энергетическая положительное место, которое должно быть сохранено, потому что оно влияет как очистительный душ на пространство вокруг себя, в том числе на саму Россию. Поэтому, естественно, затопленного не будет, потому что оно так лучше функционирует. Более того, гора Белуха считается дверью в Шамбалу. В преданиях многих народов это благословенная страна. Возможно, древние знали, что именно в этой части света люди найдут свое последнее убежище. Глобальное посыпление дает некоторый плюс России в том плане, что, естественно, северные регионы станут все более приемлемы для жилья. Кроме того, температура постепенная в других районах земли поднимется слишком высоко и это чаевата потоками беженцев. Но что с ними делать, я думаю, решать будем, когда это произойдет. Если катастрофа все-таки произойдет, районы вечной мерзлоты благодаря палящему светилу оттают и станут обитаемы. На крайнем севере можно будет охотиться и заниматься земледелием. Туда хлынут беженцы. Основной поток из Китая и Африки. Мало кто знает, но многие страны уже сегодня испытывают на себе губительное воздействие солнца. Отдых с риском для жизни. Вот что ждет тех, кто захочет провести время на пляжах Рио-де-Жанейро. Из-за смены магнитных полюсов загорать там противопоказано. Правда, чтобы не спугнуть туристов, власти это замалчивают. Бразилия. Рио-де-Жанейро. Май 2018 года. Это самый популярный и тусовочный район города, да и всей Бразилии. Легендарный пляж Капакабана. И днем и ночью здесь развлекаются туристы и местные жители. Беззаботные и, как недавно выяснилось, абсолютно беззащитные. У берегов Бразилии самое минимум магнитного поля. В итоге количество онкологических заболеваний резко вырастает. Но об этом правительство Бразилии помалкивает, иначе им ездить не было. Вот. А так уменьшение магнитного поля земли, оно влияет на самочувствие человека, потому что у нас есть определенные магнитики, скажем так, внутри человеческого существа. От ожогов и рака кожи гостей Рио-де-Жанейро не спасают даже плотные пляжные зонтики и солнцезащитные кремы. Но если отказаться от отдыха все-таки можно, то как быть тем, кто в Бразилии проживает? Магнитное поле это не просто какая-то ну скажем так абстракция, а это вещь, которая защищает нас от влияния солнечных, бурь, от всяких космических значит излучений. Оно отклоняет эти лучи и поглощает их. Вот, поэтому магнитное поле это наше все, как говорится. В районе Латинской Америки поле на четверть слабее, чем в других областях Земли. Поэтому Солнце наносит местным жителям намного больше вреда, чем обычно. Подобный урон для здоровья можно сопоставить с выходом в открытый космос без защитного снаряжения. Это серьезная проблема медико-биологическая, потому что человек, существо земное, выросшее, по крайней мере, тело человека выросло в земных условиях, в условиях магнитного поля. Над этим надо работать, это надо изучать, исследовать и придумывать, как сохранить жизнеработоспособность человека в этих условиях. ученые выяснили, магнитное поле Земли ослабевает ежегодно на протяжении многих тысячелетий, примерно на 15% каждые 200 лет. И в юго-западной части Атлантики сейчас самое уязвимое место. Это так называемая южно-атлантическая магнитная аномалия. Над этой аномалией спутники, радиотелескопы, летающие у нас на орбите, выключаются, потому что они там не могут нормально работать, и эта аномалия как бы вот мешает. наводит какие-то паразитические токи и так далее. Все это побочный эффект глобальной перестановки полюсов. Другими словами, инверсии. Смотрите далее. Биологический коллапс. Когда погибнет все живое. Люди бездумно живут на Земле и об этом не задумываются. Встроенный GPS. Почему животные перестали ориентироваться на местности? Тогда выявили, что там есть магнитит. И какое предупреждение человечеству сделали ученые из 180 стран мира? Вообще мы живем на краю, ребята. за магнитным полем сегодня следит Европейское космическое агентство. Недавно по программе «Сформ» на орбиту запустили сразу три мощных спутника с суперсовременной аппаратурой. она способна фиксировать даже малейшие изменения в поведении Земли. Магнитное поле Земли является своего рода магнитным экраном. Существуют расчеты, говорящие о том, что оно ослабевает даже быстрее, чем если бы механизмы генерации магнитного поля в Земле выключили просто. Данные со спутников анализируют специалисты Технического университета Дании во главе с профессором Крисом Финлием. Выводы ученых неутешительны. Магнитное поле Земли будет и дальше слабеть и смещаться. В древности в Земле регулярно происходило сменение полюсов. То есть вдруг моментально Северный полюс становился Южный. И вот некоторый период времени на Земле что-то происходило, когда магнитное поле было нестабильным. Сейчас есть представление, что скоро у нас будет перестройка полюсов. Южный сменится на Северный. Казалось бы, ну что, была синяя стрелка туда смотрела, будет синяя смотреть в другом управлении. Но вот что будет в период перемены, вот это никто как следует не знает. Север на юге. Там, где Антарктида. Юг на севере. Там, где Ледовитый океан. В последний раз такой катаклизм был на планете 780 тысяч лет назад. И вот-вот он повторится снова. Мир переворачивается с ног на голову. Если так пойдет и дальше, северное сияние смогут наблюдать жители Белгорода и Воронежа. Предсказания ученых сбываются. Магнитный полюс Земли смещается в Россию. Северное сияние только выглядит красиво. Если оно и правда передвинется к центральной России, нас ждет масса проблем. Эффектные всполохи на небе возникают из-за космических протонов и электронов. Потоки этих частиц разрушают мобильную связь, спутниковые сигналы и навигацию. Больше всего страдают животные, в частности морские животные, киты, потому что они при уменьшении или кратковременном уменьшении магнитного поля Земли выпадают из системы ориентации и навигации. Они просто перестают работать, в итоге они не знают, что сделать. Специалисты геофизического центра в немецком Потсдаме весной этого года заявили, что за последние 10 лет скорость смены полюсов увеличилась в 4 раза. Но чем это чревато? Магнитное поле генерируется во внешнем ядре. Земли это на глубине почти 2900 километров. С магнитным пользой Земли сделать мы ничего не можем. Особенно повлияет на его генерацию. Оно происходит очень глубоко. Мы туда никогда не залезем. Австралия, Мельбурн, март 2018 года. На берег залива Хэмелин выбросилось около 150 китов. Спасти животных не удалось. Аргентина, Пуэрто-Мадрин, март 2018 года. По необъяснимой причине на берегу оказалось почти 100 дельфинов. Новая Зеландия, Южный остров, февраль 2017 года. На берегу 416 умирающих китов. На помощь животным бросились местные жители с ведрами. Мокрыми простынями они пытались охлаждать тела млекопитающих. Но те все равно погибли. Как объясняют специалисты, гиганты сбились с пути. Это то же самое, что человек идет по улице с многосторонним движением, спокойно переходит эту улицу, и вдруг у него наступила темнота, отключилось зрение. Куда это непонятно, что сделать, непонятно, возникает общий психоз, особенно стаи, которые выбросились на берег в Новой Зеландии, именно из-за того, что они были в полной пространстве. Ориентироваться на местности животным помогают специальные клетки. В них накапливаются кристаллы минерала магнетита. Удивительно, что они находятся не в каком-то конкретном органе, а буквально разбросаны по всему телу, от печени до глаз. При мне исследовали глаз голубя, как раз, когда я проходил стажировку в Калифорнийском технологическом институте в Калтехе. Там как раз с помощью специального микроскопа, который позволяет смотреть самые-самые мелкие частицы и изучать их магнитное поле, вот тогда изучали глаз голубя и как раз тогда выявили, что там есть магнетит. Магнитные и географические полюса никогда не совпадали. Однако, если 30 лет назад магнитный север был где-то между Гренландией и Канадой и стоял на месте, то сегодня его там уже не найти. Северный магнитный полюс был открыт в 1831 году и с тех пор его положение меняется, он переходит, мигрирует, так сказать. За последние 5 миллионов лет инверсии происходили в среднем каждые 250 тысяч лет. Вообще, процесс инверсии, он не постоянен, он, грубо говоря, хаотический, непредсказуемый. Согласно последним исследованиям, Северный магнитный полюс сейчас движется к российскому полуострову Таймыр и дальше, в направлении Сибири, со скоростью 64 километра в год. Если посмотреть на картинку, то можно увидеть, что за последние десятки лет скорость перемещения магнитного полюса значительно увеличивается. Если раньше она составляла десятая, там, где-то одна десятая градуса в год, то сейчас это уже 0,4-0,5 градуса в год. Кажется, что это немного, но скорость продолжает увеличиваться. По расчетам ученых, за пару сотен лет магнитный север доберется до России, а магнитный юг соответственно до Австралии. 780 тысяч лет тому назад случилась последняя инверсия в истории Земли. Ну и поскольку 780 тысяч лет инверсии не было, то, конечно, уже пора бы и произойти, грубо говоря. Человек пока не ощущает этой катастрофической перестановки. Но современные GPS-навигаторы не обмануть, как и животных. Специалисты уверены, после заблудившихся морских обитателей настанет черед птиц и зверей. Земля может сделать то, что она считает нужным, если эти люди совершают слишком большое насилие над природой Земли. Что мы, я думаю, увидим в какие-то моменты времени. Это не значит, что это будет глобальный катаклизм, это будут просто локальные катаклизмы на конкретные поверхности и в конкретное государство. Тем временем 15 тысяч ученых из 180 стран подписали уже второе в истории коллективное предупреждение человечеству. В ноябре 2017 года письмо опубликовал авторитетный журнал Биосайенс. В нем светило науки призывают всех и каждого обратить внимание на изменения экологии планеты и хотя бы перестать загрязнять наш дом и проводить ядерные испытания. Люди бездумно живут на Земле и об этом не задумываются и думают, что все эти вот ресурсы им даны безограничные, а это не так. К Земле нужно бережно относиться, потому что ресурсы-то на ней ограничены. Достаточно сильно ограничены, поэтому беречь ее. пессимистичные исследователи говорят, судьба человечества предрешена. Остановить прецессию и вызванные ею изменения инверсию магнитных полюсов, землетрясения, цунами и трансформации климата мы не в силах и надо готовиться к худшему. Однако за падением всегда случается взлет, а значит после глобальной катастрофы нашу цивилизацию ждет новый виток развития. Смещение земной оси не остановить. Напуганные таким прогнозом богатые люди на западе покупают себе комфортабельные бункеры, надеясь пережить катаклизм. Впрочем, как утверждают эксперты, нет оснований для паники. Подобный строительный бум, когда лихорадочно возводили убежище, уже был в 2011 году, накануне конца света, предсказанного календарем мая. Катастрофа, как мы все знаем, так и не наступила. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok